Четыре британские газеты сообщили о смерти Путина. Президент России Владимир Путин, возможно, уже умер. С таким утверждением в воскресенье синхронно выступили четыре британских таблоида Daily Star, The Sun, Mirror и Express. Ссылаясь на источники в разведке Ми-6, Daily Star и Express утверждают, что вместо Путина на публичных мероприятиях, таких как парад на День Победы 9 мая, россиянам, возможно, показывают двойника. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте. Самые смелые предположения сенсоциологов получают подтверждение в британской разведке. Мы уже такое слышали от профессора Соловья. И он говорил это очень аргументированно, очень серьезно. И даже я это всерьез у вас спрашивал, как это вам, друзья, верите, не верите. Обстоятельства непреодолимой силы. И знаете, оказалась туфта. Да, прошло полгода, прошел год, прошло полтора года, а Путин вроде как огурчик. Но не могли полтора года назад снять заранее все те совещания, которые сейчас проходят. По новым совершенно тематикам, по импортозамещению, по вводимым западным санкциям. Конечно, можно предположить технологию дипфейк. Но почему-то об этих современных компьютерных технологиях не сказано ни слова. Более того, для окружения Путина, узкого круга высших чиновников, абсолютно лояльных президенту, реальный страх состоит в том, что если объявить о его смерти, в Кремле возможен заговор, а в генштабе саботаж, генералы могут захотеть прекратить войну с Украиной. Вы знаете, это очень важная мысль, очень интересная мысль. Даже британская разведка предполагает, что Путин решает в стране далеко не все. Что он марионетка в чьих-то руках. Что даже если Путин исчезнет, будут какие-то лица, способные держать власть. Что такое использовать компьютерного двойника Путина или реального двойника Путина, или заготовленные видеоролики, или дипфейки. Это госпереворот. Это заговор с целью контролировать страну Россию, но не избранным президентом. Это понятное дело, я сейчас рассказываю. Юридические такие моменты. Насчет закона избранности Путина, это как бы отдельная история. Но тем не менее, даже британская разведка предполагает, что есть какие-то люди, которые используют Путина только как ширму. А что же это за люди за такие? И на самом деле, это недалеко от истины. Я лично убежден, что даже если Путина сейчас убрать, обязательно найдутся люди, которые власть возьмут. Максимум, о чем мы можем надеяться и гадать, кто это будет. Либералы? Чубайс, Кудрин, которые выпустят из тюрьмы и посадят в президентское кресло Алексея Анатольевича Навального. Или силовики типа Патрушева, Шойгу и всех остальных. Напишите, пожалуйста, в комментариях, дорогие друзья, как вам эта новость насчет того, что Путин, возможно, уже мертв. Возможно, я предполагаю, что этот обзор новостной будет самым долгим в истории моего канала. Значит, вы знаете, что я нахожусь на отдыхе. Огромное количество новостей. Я решил сделать все-таки эту подборку. Постараюсь быть максимально кратким и, самое главное, объективным. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Зам. Министра обороны Украины Анна Моляр заявила. Бои вдоль всей линии соприкосновения достигли максимальной интенсивности. Противник атакует на нескольких направлениях сразу. Обстановка остается сложной и имеет признаки дальнейшего обострения. Потери с нашей стороны неизбежны. Вообще на Украине все эти три месяца были шапкозакидательские. Ой, да там у путинских бегут, деморализованные, тыры-пыры. И вдруг они начинают в открытую говорить. Ребята, все плохо. На канале Арестовича и Фейгена, подробнее мы о них поговорим ближе к середине этого обзора. Уже Арестович и Фейген начали говорить. Да, ребята, что-то вот у нас все плохо. Нас окружают. Наши бегут, берут в плен и тыры-пыры. Подписчики стали возмущаться. А что это вы такое несете? Надо рассказывать только хорошее. Не надо понижать боевой дух. А ну-ка рассказывайте о том, как броня крепкая и танки наши быстры. Прошло два эфира и Арестович и Фейген опять как ни в чем не бывало. Ой, может показаться, что враг наступает, но это не то, чем кажется. А вот люди хотят, чтобы им врали. Я слежу за этой ситуацией и я понимаю, почему у меня не так много подписчиков. Я горжусь теми, кто хочет знать правду. Дорогие друзья, спасибо всем, кто сейчас меня смотрит. Ставьте, пожалуйста, лайки, помогайте распространять информацию. Я уверен, что людей, которые хотят знать правду гораздо больше, но они пока что не знают о моем канале. Карта военных действий, ситуация на фронтах. Значит, очень интересная была история вокруг Северодонецка. Рамзан Ахматыч Кадыров успел заявить, что все, Северодонецк взят. Потом выясняется, несмотря на заявление Рамзана Ахматыча, речь может идти максимум о жилой застройке без промзоны, которую загодя называли второй Азовсталью. Чуть позже выяснилось, что занят лишь северный район города, штурм продолжается. Вот опять же, зачем Рамзан Ахматыч фейканул? Или ему его соратники-сподвижники, которые находятся на украинских фронтах, дезинформацию гонят, чтобы побыстрее погонщики новые получить, медальку на грудь, орденочек, какую-нибудь там, не знаю, чем Рамзан одарит, квартирой, домом, денежной суммой, машиной крутой. Как это так? У вас ведутся самые настоящие боевые действия. Украинцы начинают признавать, да, ребята, у нас вот проблемы начались. И тут же, в этот момент, вы допускаете такой фейк. Кадыров заявил, что с Украины уже все решено, и теперь его интересует Польша. Украина, это уже закрытый вопрос, меня интересует Польша. После Украины, если будет команда, мы за 6 секунд покажем, на что мы способны. Лучше заберите свое оружие поляки у наемников. Ну, лучше бы Рамзан Ахмадович, честно говоря, потребовал объяснения у российских командующих, почему до сих пор не нанесено решающих ударов по железнодорожной инфраструктуре. Мы же могли 3 месяца назад предотвратить поставки какого-либо тяжелого вооружения на восток Украины. Нам что, ракет не хватает, жалко нам их, или в чем дело? Вот я до сих пор не понимаю. Молдавия не сможет стать частью Евросоюза в ближайшие 15-20 лет. Самым быстрым способом может стать объединение с Румынией. Румынский евродепутат Томак сделал такое заявление. Цитата. Объединение Республики Молдова с Румынией остается самым быстрым способом, который можно осуществить в любое время. Это очень интересно. Украинцы говорили о том, что стремятся в Евросоюз. И уже польский лидер Дуда, я вам показывал это выступление, он заявил, да, ребята, как заявляет наш дорогой товарищ Зеленский, границы между Украиной и Польшей, дай бог, не будет. Это что такое? Это они собираются Украину присоединить в состав Польши, а Польша в Евросоюзе, и таким образом Украина тоже окажется в Евросоюзе. То же самое предлагается Румынии и Молдавии. Так что, когда Кадыров говорит о том, что за 6 секунд готов раздать Тумаков полякам, это же не просто так. Это ответ на вот эти вот экспансионистские планы нашего западного соседа. Президент Владимир Путин поговорил по телефону с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля. Обсудили ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. Путин заявил, что трудности с поставками возникли в результате ошибочной экономической и финансовой политики западных стран и санкций против России. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукций, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений. У нас сейчас на руках мощнейшая карта. Мы обязаны требовать, Россия обязана требовать, вам нужна наша продукция, наши продукты питания, пожалуйста, снимайте санкции. Ну, например, продаете нам 500 самолетов, а мы вам такое-то количество продуктов питания. Картошки, пшеницы, сои, что там, подсолнечника. Вот как должен стоять вопрос. А Путин что говорит? Ой, ребятушки, вы только, пожалуйста, вот снимите с нас санкции. Не все санкции, не санкции на закупку тех же самолетов. У нас большая проблема сейчас с самолетами, позже об этом поговорим. Нет, нет. Мы готовы вам все продавать. Нас очень волнует, чтобы вы хорошо кушали там, на Западе. На самом деле, дорогие друзья, важный момент. Мировая цена удобрений снижается. То есть, как это так? Например, против российской нефти ввели санкции. Нефти в мире стало не хватать. Автоматически цена на нефть стала подниматься. Здесь, я думаю, логика понятна. Уменьшается. Предложение, растет цена. Типичные законы экономики. Удобрений российских, белорусских стало гораздо меньше. А цена на них тоже снижается. Здесь мы не будем долго рассуждать на тему конспирологии. Но имейте в виду, друзья, версия того, что глобальный голод готовится специально, целенаправленно, что даже те удобрения, которые есть, их никто не хочет покупать. Что это все спланировали глобалисты. Не лишена смысла. Дмитрий Песков прокомментировал поступок советника постоянного представителя России при ООН в Женеве Бориса Бондрева. Он подал в отставку, заявив, что ему стыдно за свою страну. Этот господин выступил против консолидированного мнения нашей страны, заявил Песков. А Песков не хочет объяснить, как такие люди вообще попадают на государственную службу? Сколько их еще таких? Два месяца прошло с казусом Овсянниковой, когда в программе «Время» появилась дама с плакатом «Нет, войне, вам тут врут». Я в каком-то смысле только рад. Да, на самом деле зомбоящик – это зомбоящик. Он врет напропалую. Даже Кадыров, он позволяет себе такого рода фейки. Север Донецк взял, взят нифига себе. Расскажите это тем пацанам, которые в эти минуты там под обстрелом, под перестрелкой и так далее. Самый настоящий фейк. Но какие-то решения надо было принять? Надо же было сообразить. Ё-моё, так это же первая ласточка. Таких может быть еще сотни, тысячи, которые не только с плакатиками выбегают и говорят, что им стыдно за Россию-матушку. Кто-то из этих людей может сейчас диверсии самые настоящие делать. Изменить несколько цифрок в банковской проводке на миллиарды. И деньги ушли не туда. Поджечь что-нибудь. Винтик в правильном месте выкрутить. Striking numbers from Рафаэль М. Гросси. Значит, знаете, что здесь написано? Генеральный директор МАГАТЭ Гросси заявил, что на Запорожской атомной электростанции хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Это к версии того, что триггером проведения специальной военной операции на Украине стало желание Зеленского угрожать России созданием ядерной бомбы и применением ее против нас и Донбасса. Вот, пожалуйста. Официальный представитель в верифицированном канале. Да, на самом деле на Украине скопилось колоссальное количество 30 тонн одного вещества, 40 тонн второго вещества, которые могут быть использованы для создания ядерного оружия. А в этом твите сам Гросси пишет, что для него большая честь встретиться с премьер-министром Японии. Дальше цитата. «Я поблагодарил его за неоценимую поддержку Японии в нашей миссии по обеспечению безопасности и защиты на украинских атомных электростанциях». Причем тут Япония? Причем тут украинские электростанции? Здесь, конечно, все немножко притянуто за уши. Здесь предполагается, что японцы знают, что такое ядерное оружие, и, соответственно, они очень хотят проконтролировать, чтобы на Украине ничего такого не произошло, они против создания ядерной бомбы. Это притянуто за уши, еще раз скажу, но задуматься информация заставляет. Госдума открыла дорогу в армию военным с опытом. То есть, с одной стороны, вроде бы, у Украины все жестко, у Украины все сложно. А вот у нас наращивается такая скрытая, вяло текущая мобилизация. Госдума открыла дорогу в армию военным с опытом, то есть, единогласно, сразу в трех чтениях. Протащили закон об отмене водороснового предела на заключении первого контракта о военной службе. Ранее закон позволял заключать контракт только гражданам от 18 до 40 лет. Докладывавший по вопросу депутат Андрей Красов, считает, что новый закон позволит привлечь в армию специалистов наиболее востребованных специальностей в области медицинского, инженерного, тылового и технического обеспечения и эксплуатации техники связи. Нынешнее законодательство не позволяет нашим вооруженным силам получать специалистов высокого профессионального уровня, которым, по нашему мнению, они становятся к 40-45 годам. Короче говоря, вроде как все правильно, звучит все прекрасно, но увеличено количество тех людей, которых сейчас будут звать на фронт. Надеюсь, что не на передовую, но тем не менее на фронт. Несколько российских пограничников погибли в бою с украинской диверсионной разведывательной группой в Брянской области. На прошлой неделе отмечался День пограничника и противник нанес чувствительный удар именно по российским пограничникам в праздник. Накануне в Брянской области ВСО обстреляли поселок Зерново Суземского района. Как сообщает Владлен Татарский, одновременно с обстрелом на территории РФ пытались прорваться украинская ДРГ. В бою с ней погибли несколько военнослужащих пограничной службы России уже на территории России. Далеко не первая такого рода акция. Но у нас, конечно, всего лишь спецоперация. Никакая война не объявлена. Кстати, об этом очень важная такая мысль. Простая, но нигде я ее не слышу, чтобы ее озвучивали. Вот Украина сейчас, я убежден, проиграет в противостоянии. Но у них идет масштабнейшая народная консолидация. Масштабнейшая. Они отправляют своих родственников на фронт. Они все за них переживают. Они это обсуждают. Из каждого утюга постоянно какие-то новости. В России тема войны уже начинает надоедать людям. На Украине нет. В России лишь небольшой процент населения участвует в какой-то поддержке людей, которые сейчас воюют. Спецоперируют на Украине. Я напоминаю, под каждым моим роликом вы можете найти контакты тех организаций, которым я доверяю. Которые помогают сохранять жизни. Закупают нормальные обмундирования, бронежилеты, средства связи. Значит, все, что кроме вооружений. И для наших военнослужащих, и для беженцев, для пострадавших и так далее. Это Ивана Александровича Траковский. И это Курский полк Марго. Вот эти две организации, вы знаете, я с ними делал интервью. Я им доверяю. Я могу, я сам через них отправляю помощь тем, кто в ней нуждается. Но это маленький процент людей. На Украине, даже если они сейчас проиграют. Они на 30, на 50 лет вперед, на 70 лет вперед. У них будет память, что они сражались с таким мощным, сильным, огромным врагом. Достойно сражались, храбро, героически сражались. У них рост пассионарности идет. У нас падение пассионарности. Самые пассионарные люди сейчас там, на фронте. Проливают кровь, прощаются с жизнью. Все, их не вернуть. Они не станут выдающимися политиками, учеными и так далее. Они уже не вернутся к мирной жизни, если они там погибли. А украинские, да, они несут потери. Но у них сейчас вся страна в условиях мобилизации. В долгосрочной перспективе, вот именно в ментальном плане, в плане консолидации общества, Россия продолжает разлагаться. А Украина сейчас, там целое поколение растет тех, кто, я вам показывал эти кадры тоже, детишки играют в войну с Россией. Как когда-то были казаки-разбойники, потом были, значит, советские против фашистов. И вот сейчас, пожалуйста, у них происходит реальная консолидация. Российским пограничникам начали отменять летние отпуска. То есть мало того, что у нас контрактником теперь может стать человек более зрелого возраста, мобилизация. Вот, пожалуйста, пограничники, которые тоже у нас люди фактически волей и неволей оказываются на передовой, потому что проходят диверсионно-разведывательные группы. Пограничникам теперь отменят отпуска. То есть их не хватает, их надо больше. Их не могут отпустить. Их оставляют на службе. Призывной пункт в Удмуртии подожгли, метнув коктейль Молотова. Сгорела комната резерва. По данным базы, сегодня ночью в здании призывного пункта поселка Игра начался пожар. Выгорела вся комната резерва. Это чуть более 9 метров. Когда огонь потушили, на полу обнаружили осколки бутылки с характерным запахом зажигательной смеси. В Иркутской области обстрелян военкомат. Подозреваемый уже задержан. Он во всем признался. Да. Простите за черный юмор. Флешмоб продолжается. У нас по всей стране поджигаются, обстреливаются, забрасываются теми или иными предметами военкоматы. Вы подобного рода новости с Украины слышали? Чтобы на Украине кто-то, да, бегают от призыва. Много там всяких интересных новостей. Мы сейчас еще дойдем. Я повторю, это будет длинный разбор. Это самый, не знаю, сколько это будет. Час, полтора, два часа. Больше, чем два часа. Не знаю. Много новостей очень интересных. Такой смачный обзор получается. Многогранный. У нас в России нет никакой консолидации. Никакого единства. У либералов своя позиция. У левых своя позиция. У левых охранителей третья позиция. Просто охранители четвертая позиция. У силовиков военнослужащих, которые рвутся на фронт, своя позиция. А у тех, кто боится оказаться на фронте, своя позиция. У чиновников и у олигархов у них еще позиция. У нас все общество расколото дико. Националистов Дениса Волошина и Павла Галкина арестовали на 15 суток. Им вменили неповиновение полиции демонстрацию нацистской символики. Волошина и Галкина задержали вчера вечером на Болотной площади. Они выкрикили нацистские лозунги и вскидывали руки от сердца к солнцу. Их привезли в ближайший отдел полиции, обыскали и нашли ножи и газовый пистолет. Ну, казалось бы, какая разница, какие-то придурки. Пришли в центр Москвы и начали там зиговать. Фашисты. Штука в том, что вот фигурант Денис Волошин, это тот самый, который якобы шел Владимира Рудольфовича Соловьева, дорогого нашего телеведущего, убивать. Диверсионная группа, которая покушалась на наших, прости господи, пропагандистов, журналистов, мастеров пера. Друзья, вы вообще понимаете, как это все выглядит, как это звучит? То есть у вас есть история, которую рассказал лично президент Путин, что украинцы заслали каких-то головорезов охотиться за нашими дорогими журналистами. Прошло несколько дней, одного из них отпускают, и он настолько доволен, что идет в центр города, чтобы его специально арестовали на 15 суток. А что там за история такая, как вы считаете? Напишите в комментариях ваше мнение. Очень интересно. Один человек погиб в результате взрыва в подмосковной пятиэтажке. По данным 112, дом не газифицирован. На месте работы текстерной службы. Причина взрыва устанавливается. Опять же, надо же, как интересно. Продолжаются то там, то тут взрывы, поджоги. Взрыв телевизора стал причиной пожара в пятиэтажке в Раменском. Вы когда последний раз слышали, чтобы у нас в России взрывался телевизор? То есть мы во все это должны верить. Знаете, мне с трудом что-то, мне что-то не верится в это. На юге Москвы полыхают 350 квадратных метров кровли складского помещения. Крупный пожар, полыхает кровля. Пожар произошел недалеко от музея-заповедника Коломенское. На данный момент сведения пострадавших не поступало. В Тюменской области девятиклассник напал на полицейского, охранявшего отправку призывников у военкомата. 21 мая ученик девятого класса Шивыренской школы ударил полицейского, стоящего у военного комиссариата на улице Луначарского в городе Ишим. В этот момент старший лейтенант Андрей Долганов охранял порядок при отправке призывников в сборный пункт Тюмени. Серьезных травм мальчик полицейскому не нанес. За медицинской помощью старший лейтенант обращаться не стал. Проводится проверка. А это каково? Девятиклассник! Ну сколько ему? 14 или 15 лет? Если на второй год оставался. 16 лет. Хорошо. Напал на полицейского перед военкоматом. Хорошо работает наша юная армия. Вот сейчас все говорят, вот родим пионерию, юная армия у нас. Значит, баллонскую систему отменим, вот родим образование. Я целый цикл роликов подготовил для вас. Почему это все хрень собачья и ничего у них не получится, если они не сменят людей, которые этим занимаются и не будут менять общественную систему в целом? Не будет у вас в капиталистической, клептократической, одичалой системе советских патриотов. СБО опубликовало детали допроса политика Виктора Медведчука, из которых следует, что в деле вывода из госсобственности нефтепровода «Самара западное направление» активную поддержку на всех уровнях ему оказывал бывший президент Украины Петр Порошенко. Еще раз. Нефтепровод «Самара западное направление». Мне кажется, или это речь о российской собственности? Как это Порошенко, за счет каких таких связей Порошенко и Медведчук приватизировали российский нефтепровод? Еще веселее. Дальше мысль. Экс-президент энергетики Украины Юрий Продан подтвердил сведения Виктора Медведчука о том, что Петр Порошенко закупал у России за наличные угли с Донбасса. Продан допустил, что Порошенко действительно незаконно приватизировал часть магистрального нефтепровода, как говорится в показаниях Медведчука. «Сработавшая закладка СБУ против Порошенко, вложенная в уста Медведчука, приближает момент, когда последний, то есть Медведчук, начнет озвучивать закладки СБУ против Путина. Если Медведчук это кум Путина, что широко известно, и он начал болтать, он сдает своего другана Порошенко, то скоро он начнет сдавать и Путина. Если Путин сейчас вдруг начнет реально переговоры, а не обменять ли Медведчука, например, на пленных Азовстали, это будет означать, что Путин боится, что Медведчук многое знает. И вот это будет окончательная подлость. Теперь Украина. Здесь написано на украинском, указаны все детали, все данные. Аппарат Верховной Ради Украины, номер 419, от такого-то числа, от 4 мая 2022 года, законопроектом. 7351 депутата от «Слуги народа», это правящая партия, партия Зеленского, «Слуга народа», предлагают разрешить командирам убивать военнослужащих, находящихся под их командованием. Еще раз. То, что украинцы рассказывают, либералы рассказывают про злой Советский Союз, про Россию, вот украинцы сейчас этим и занимаются. Пытаются заниматься. Пытаются это узаконить. Штрафбаты. Что-то в поведении военнослужащего не понравилось командиру, можно его застрелить на месте. Как вам эта история? Не тройки, страшные советские, суд тройки, когда три человека каких-то садится и, понимаешь, суд устраивают. Нет. Единоличное решение. Хочет тебя, командир, изнасиловать. А ты отказался. Получи пулю в лоб. Официальная бумага. От правящей партии. Слуга народа. Заберите нас отсюда. Хваленый украинский нацбат Донбасс понял, что воевать с Россией это немирных граждан из квартир выгонять. Первое видео. За эту неделю. Второе видео. Еще одна группа украинских военнослужащих, которая говорит, что хватит, надоело. Надо нас отправлять уже домой. Но мы не дезертиры. Третье. Четвертое. Воевать придется за свой счет. Бойцы ВСУ покупают за собственные деньги разворованную военную форму. Нескольким бойцам потребовалась замена военной формы. Однако командование не торопилось им ее выдавать. Проблему пришлось решать через интернет-магазин. И покупка пришла с пометкой не для продажи. Я напомню, что в российских магазинах тоже мы видели, я вам показывал, появлялись товары, например, армейские сухпайки с пометкой не для продажи. Вот следующее. Мы не хотим идти на фарш в мясорубку. Батальонопад украинских бойцов продолжила 71-я егерская бригада ВСУ. Это за неделю. То есть на Украине на самом деле очень тяжелая моральная ситуация на фронте. Есть надежда, робкая надежда, что наступит некий перелом, что он приближается. И можно будет ускорить вот эти все процессы. С другой стороны, появились разговорчики о том, что Путин может специально затягивать военную спецоперацию, чтобы, во-первых, избавиться от слишком активных и ретивых пассионариев. Во-вторых, чтобы держать под контролем мобилизованную страну, дозированно давая победу за победой. Ой, смотрите, Азовсталь зачистили. Ой, смотрите, Луганск, Донецк освободили. Ой, смотрите, Запорожье. Ой, смотрите, Харьков и так далее, и так далее. И самое интересное. Когда на Западе начнется реальный рост цен на продукты, они к нам на коленях приползут. Когда у них там начнется отопительный сезон, ноябрь, декабрь, они к нам на коленях приползут, потому что они реально будут замерзать насмерть в домах своих. Путин может специально это оттягивать. Я не знаю, эту информацию вбрасывают сейчас, чтобы Путину такое оправдание придумать. На самом деле, все очень плохо, Путин все проиграл. Но у него есть хитрый план Путина. Или это имеет какое-то отношение к действительности? Что вы думаете, пишите в комментариях. Я вам даю самые разные точки зрения. То, что я вижу и у либералов, и у охранителей, и у левых, и у украинской стороны. Все вам предоставляю на ваш суд, чтобы вы в одном месте могли получить разные точки зрения и понять, какие вообще есть подковерные игры. Как один и тот же факт может быть интерпретирован. The Washington Post опубликовал интервью с командиром роты ВСУ, рассказавшим о тяжелом положении в рядах украинской армии. После публикации материала его сняли с должности и арестовали. The Washington Post. Американский, одно из крупнейших и авторитетнейших американских изданий. Когда украинский танк стреляет с нашей стороны, он выдает нашу позицию. И нас начинают обстреливать всем. Градами, минометами. И ты просто молишься, чтобы выжить, говорит в интервью Лобко. Украинский офицер рассказал, что, по словам его солдат, подготовка военнослужащих перед отправкой на фронт заняла всего полчаса. Мы выпустили 30 пуль, а потом нам сказали. Больше вы не получите, это слишком дорого. Из роты в 120 человек в строю осталось только 54. Остальные или погибли, или были ранены, или дезертировали. Офицеры сетуют, что причина высоких потерь – отсутствие своевременной эвакуации раненых. Приписанные к роте машины забрали себя офицеры из штаба. И человек, который опубликовал эти данные, был арестован. Как вам эта история? Отдельно хочется узнать, что думают об этом либералы. Польский депутат получил выговор за сомнение в подлинности ролика о зверствах военнослужащих вооруженных сил РФ в украинской Буче. Депутат оппозиционной парламентской фракции Польши Дариуш Йоньский сообщил, что его коллега Януш Корвин Микки получил выговор после того, как Йоньский подал заявление в комиссию по этике. По моей просьбе Корвин Микки наказали выговором за намеки, что за резнью жителей Буча могли быть ответственные граждане Украины. Конечно, это недопустимо. Сомневаться в официальной повесточке на тоталитарном Западе недопустимо. Я вновь и вновь говорю, я не понимаю, как этих новостей не замечают, не хотят видеть наши уважаемые, любимые, горячо либералы, которые за свободу, за справедливость, за объективность. Я за объективность. Я вам сообщаю, что рассказывают украинцы, что рассказывают у нас, что рассказывают те, кто уехал от нас, команда Навального. Еще пару недель назад говорящая, простите, жопа, офиса президента, это украинская администрация президента по фамилии Арестович, вкратчивым голосом рассказывала дамам бальзаковского возраста о том, что война скоро закончится. Дамы в ответ подбрасывали в воздух чепчики. Сегодня говорящая жопа сообщила, что ситуация аховая. Скажите, коллеги, облеченные властью, а я разве не предупреждал, что ваша информационная политика – это полная гуана, которая рассчитана на дебилов, а не на нацию свободных людей? Мэр Днепропетровска раскритиковал советника Арестовича после его заявления о тяжелой ситуации на фронте. Ну как вам? Это уже свара началась в украинских элитках. Когда я говорю, что в Украине происходит консолидация, это естественно, правящий компрадорский класс, он отдельно. Это в капиталистическом обществе расслоение между простыми людьми и теми, кто из этих простых людей сосет все соки, эксплуатируемые классы и эксплуататорские классы – это, конечно, пропасть. И даже внутри этих вот элиток, там, конечно, грызня, мама, не горюй. Консолидируется простое украинское общество, как бы мы сейчас к нему не относились. Вот еще Арестович, пожалуйста, друзья, я даже увеличу. Посмотрите на эту красоту. В своем официальном телеграм-канале. 451 тысяча подписчиков. Арестович публикует себя в облачении пастуха. Вокруг него овечки, барашки. Слушайте Арестовича. Слушайте. Вы барашки. Вы барашки. Бе-е-е-е. Он это, он сам это публикует. Зайдите в его телеграм-канал, проверьте. И никаких вопросов не возникает? Да, конечно, это пародия. Арестович, вообще-то это знаменитая картина на религиозную тему, практически икона, это типа Иисус и его стадо. Пастырь добрый называется картина. То есть Арестович еще себя выдает за Иисуса. Врет напропалую. Еще и, как его назвали? Как его назвал мэр Днепропетровска? Говорящая жопа. Говорящая жопа. Арестович выдает себя за Иисуса. Потрясающе. А вы его смотрите, он вам расскажет всю правду. Полтора миллиона человек его каждый день смотрят. Родители Владимира Зеленского получили израильское гражданство и стали обладателями загородного дома в городе Ришпон стоимостью 8 миллионов баксов. Площадь дома 950 квадратных метров, небольшой бассейн на 9 тонн морской воды и 120-метровый дом для охраны. Четверо бодигардов из числа бывших бойцов САС охраняют покой престарелочеты Зеленских. При месячной стоимости услуг охранного предприятия в 12 тысяч фунтов плюс содержание двух бронированных Lexus LX. Соседями родителей президента Украины стали родственники Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В 10 минутах пешком поселился Михаил Прохоров, известный российский олигарх. Ну как вам это? Опять же, я не знаю, насколько эта информация правдива. Вообще, когда мы вспоминаем Алексея Анатольевича Навального, необходимо спросить, Бастрыкин, Краснов, вы вообще работать когда-нибудь соберетесь или нет? Вы же говорите, что Навальный враг народа, иностранные агенты, бла-бла-бла, хорошо, окей. Покажите, как надо ловить воров, казнокрадов, коррупционеров. Покажите. Создайте специальный общественный совет, открытый, куда может вступить любой желающий, и показать информацию. Смотрите, вот у этого чиновника зарплата за 10 лет была 50 миллионов рублей, а он своей жене купил квартиру 200 миллионов рублей. А давайте мы проверим, откуда бабки. Или сразу посадим. Вот это было бы дело. Ни Бастрыкин, ни Краснов, никто другой в России ничем этим не занимается. Вот эта информация про Зеленского должна приходить не от каких-то там расследователей из интернета, это должна быть официальная данная со всеми доказательствами. Вот мы запросили через такие-то, такие-то каналы информацию. Вот мы ее получили. Да, на самом деле. Зеленский, вор. Вот дополнительное подтверждение для своих родителей. Купил дорогущую недвижимость, 8 миллионов баксов, не считая всей другой недвижимости и собственности, которая у них была. Напомните мне, пожалуйста, а квартиры Зеленского в Крыму, они как, конфискованы, национализированы? Я не слышал таких новостей. Вроде как Зеленский в Крыму может появиться хоть сейчас и поплавать в теплом море. Дуда рассказал, что Зеленский за несколько часов до вторжения предупредил его о вторжении. А украинцев предупредить забыл. Позже была лживая статья в Тайм, где Зеленский будил детей жену, которые были застегнуты бомбежкой врасплох. Дуда сдал тебя, лживый актер, пишет Анатолий Шарий. Видите, как интересно получается. Видел сегодня интервью на канале Гордона. Гордон пригласил к себе главу или одного из руководителей украинской разведки. И в начале интервью, там минут 10 длилась беседа, в начале интервью Гордон спрашивает, правда, что вы заранее знали, что Путин нападет на Украину? Ну да, была такая информация. Они в открытую это говорят. Зеленский давал интервью, рассказывал, мы не знали. Посреди ночи я бужу жену, говорю, вставай, бежим в бомбоубежище. А это все брехня. Его сдают Дуда, его сдают собственные, собственные подчиненные. Немецкую газету обвинили в антисемитизме из-за крикатуры на Зеленского. Вашингтон-Пост не допускает критики. Польского политика или латвийского политика, уже сам забываю, 15 минут назад обсуждали, европейских политиков подвергают репрессиям за то, что они, понимаете ли, сомневаются в истории Буччи. В Германии то же самое. Карикатура была опубликована в крупном немецком издании «Зюдойче Цайтанг». Она посвящена выступлению Зеленского на экономическом форуме в Давосе. На ней украинский президент, не устающий напоминать о своем происхождении, изображен в виде огромной фигуры, нависающей над прочими крошечными участниками форума. То есть вот как это все выглядит. Сверху карикатура. И сам карикатурист объясняет, что это была похожая, вот просто картинка, как Зеленский выступал, огромное его голова-лицо, и он сидит за столом, а внизу сидят маленькие человечки. Нет, не верят карикатуристу. Говорят, что это вот сравнение с еврейским заговором. Знаменитая, очень старая картинка, рисунок, где еврей с карикатурным длиннющим носом пытается схватить весь глобус, весь земной шар. Удивительная речь, учитывая, что ее произносит британский епископ Ричард Уильямсон. Похоже, в элитных рядах раскол, и это хорошо. Да, на самом деле, британский епископ, я напомню, в Великобритании церковь не отделена от государства, британские священнослужители получают зарплату, а люди платят налог на церковь. И когда епископ, то есть очень серьезное, высокопоставленное лицо британского общества, вдруг позволяет себе рассказать, что против мирового зла, глобального зла не выступил Макрон, Байден, Шольц и все остальные, выступил один Путин. Это очень интересно, на самом деле. У Путина в мире, на самом деле, образ такой очень консервативный, против ЛГБТ, медведь свою тайгу не отдаст. Они же не знают, что у нас в России за прошлый год умерло миллион сорок две тысячи человек, естественное убыль населения. Когда депутат Евгений Ступин в Мосгордуме начал это рассказывать, там у единороссов истерика случилась, они до сих пор не верят, что это правда. Росстат об этом заявил, все крупнейшие СМИ об этом написали. России предстоит распределить между регионами шефство над бывшими украинскими городами, сообщил замглавы администрации президента Сергей Кириенко. Москва возьмет шефство над Донецком и Луганском. Санкт-Петербург будет восстанавливать, Мариуполь. Я что-то не понял. А у нас в Москве все вопросы решены? А в Питере у нас все вопросы решены? Как это будет? Москва, как Москва, Питер, Хабаровск, Омск, Саратов? Сам Саратов, то кто будет восстанавливать? Кто будет восстанавливать хабаровские дороги? Слушайте, ну... Вот это цензурно обсуждать невозможно. Я уже в своем телеграм-канале озвучил, что возможно на одном из своих резервных каналов, у нас сейчас 5 каналов, если что, ссылки тоже находятся в описании ролика, возможно на одном из каналов я буду выкладывать матерные ролики, потому что цензурно это невозможно комментировать. Друзья мои, я все понимаю. Какое нахрен шефство? Это показуха и пиар. То есть Собянин расскажет, я Собянин за счет денег москвичей восстановил Донецк и Луганск. На самом деле строительные фирмы Собянина или Беглова из Санкт-Петербурга или Володина из Саратова будут направлены на Украину, получат бабки из бюджета, ну и я так предполагаю, поделятся, конечно же, не с самим Собяниным, Бегловым и Володиным, а с их дальними родственниками, женами, любовницами, внуками и так далее, и так далее. Распил и откат. Очень интересно, что точно такой же план, с точно такими же целями предлагает Украина. Зеленский на открытии Давоса заявил, у каждой страны, компании или города-партнера будет возможность взять шефство над тем или иным городом или отраслью Украины. Приходите, давайте пилить бабки, давайте совместными усилиями, двойное финансирование. С одной стороны, бабки придут, а вот эти вот российские замороженные, 320 миллиардов долларов, будут, скорее всего, переданы Украине, а с другой стороны, можно будет сосать лапу, ну не лапу, можно будет подсасывать в имя у Польши, Франции, Германии, Нидерландов, Америки, Лондона. И вот эти российские деньги в итоге будут оседать в карманах Зеленского и его окружения, в карманах тех международных глобальных бизнесменов, которые подсуетятся. А Украина ни хрена развиваться не будет, от слова совсем. Пострадавшими в этой схеме окажутся Хабаровск, Саратов, Донецк, Луганск, Киев и Харьков. Простые жители, что Россия, что Украина, только потеряют. Вот как работает Россия. Это без слов, просто комментирует. Цензура здесь бессильна, друзья мои. Реально. Но в освобожденных территориях Украины, так называемых, поставили российское телевидение. Специально привезли автозак. Сбоку автозака экранчик. И на этом экранчике передача Скобеевой и Соловьева. В Мариуполь привезли автозаки с огромными экранами на бортах, которые транслируют новости Первого канала. Очень интересная была перепалка между Турчаком и Володиным. Володин у нас спикер, руководитель Госдумы. Турчак это у нас руководитель Единой России. И они сейчас решают, кто должен получить максимум авторитета и популизма, очков репутации от спецоперации. Володин говорит, ядрить, мадрить. И тут я больше солидарен с Володиным. Ребята, вас избрали люди в Госдуму. Вы в Госдуме? Депутаты, у вас есть работа, которую вам доверили избиратели. Ваша работа принимать законы, анализировать, изучать, писать, принимать законы. Вы законодательный орган. Что вам сейчас делать на Украине? А Турчак говорит, ой, это все кабинетная хреновня, зачем нам это? Мы лучше будем кататься на Украине. Вот на Украине там настоящая работа. Одно слово сволота. МИД России 21 мая сделал невъездными 5 умерших американцев. Джон Маккейн, сенатор, оппонент Владимира Путина. Джереми Сивит, своеносужащий Элси Гастингс. Мелисса Дриско, Стивен Анил. Вот это что такое? Это что за идиотизм? Значит, Рамзан Ахматович Кадыров нам рассказал, что Северо-Донецк уже взят, хотя только там, ну, еще до этого очень далеко. Нам в Мариуполе ставят автозаки, блин, с новостями российского телевидения. Турчак говорит, что депутатам не надо работой заниматься. Поехали на экскурсии на Украину за счет налогоплательщиков. Оказывается, российские регионы полунищие. В школах российских регионов туалетов теплых нету. 21 век. Но мы восстановим Херсон и Мариуполь. Потому что надо попиариться. Затянем ремни. Все ради Новороссии. И вот, пожалуйста, мы сделали контрсанкции. Мы ввели санкции против американцев. Кто готовил этот список? Пять человек в этом списке уже умерли. вы запрещаете им въезд в Россию. Вы запрещаете им похоронить, лечь землю нашу, сырую матушку. Но это прям, это прям сволочизм. Дмитрий Медведев, выпускник юридического факультета Ленинградского госуниверситета и в прошлом его преподаватель, президент РФ с 8 по 12 годы, предложил заменить термин импортозамещения ранее неизвестным юридическим определением независимый суверенитет. Чем поставил в тупик правоведов? Дело в том, что понятие суверенитет в правовых дефинициях формулируется как верховенство государственной власти по отношению ко всем организациям и лицам внутри страны внутренней, а также ее независимость по отношению к иным государствам внешней. Таким образом, Медведев, наш, блин, президент, предлагает ввести в действие юридически абсурдную конструкцию независимую независимость. Это что такое? Вы меня простите, это абсер. Один за одним. Дмитрий Песков прокомментировал поступок советника, это мы уже обсуждали. Вот и еще один фейк от российской пропаганды. Показывают знаменитый фрагмент, абсолютно ничтоже, сумняшись, рассказывают, что это все реальность. Простите, плохой звук. Якобы украинские беженцы приехали в Германию и там они решили сжечь российский флаг. Российский флаг сгорел так сильно, что сгорел весь дом. Чуть было не сгорели соседние дома. Штука в том, что это видео было опубликовано 8 лет назад. Фейки от России 24 продолжаются. Вы поймите, вот многие сейчас у нас охранители, патриоты, ура, патриоты, и даже левые говорят, сейчас страна проснется, консолидируется, сплотится. Мы же ведь на стороне правды. Мы сражаемся против глобализма, против ядерного оружия, биолаборатории и так далее, и так далее. Мы, понимаешь, ух, простите, пожалуйста, если мы на стороне правды, зачем столько лжи? Почему абсеры на каждом шаге? Простите, эта система должна уйти в прошлое. Прямо сейчас принцип коней на переправе не меняют, я поддерживаю. но если бы у нас во власти были хоть сколько-то адекватные люди, вы знаете, чистки начались бы, ну, чистки надо было проводить еще 8 лет назад, как минимум, когда говорили крымская виктория, теперь мы рвем с западом, теперь чинуши, депутатишки, прокуроры, судьи, олигархи, которые все вывозили на запад, которые везли, отправляли на запад учиться детей, это все в прошлом, теперь-то мы будем по-другому себя вести, 8 лет назад это надо было делать, но сразу после спецоперации, сразу после, эта власть должна уйти в прошлое, как страшный сон, мы обязаны припомнить им каждый просчет, где арматы ядросы выдолбанные, где 57-е, где нормальная амуниция, где нормальная связь, где полноценное питание, где подготовленные профессиональные военные, почему у нас опять леса горят, почему у нас история про биолаборатории не получает никаких подтверждений, почему у нас разведка так отвратительно работает, вы 120 миллиардов рублей в год отдаете на пропаганду, я напоминаю, 100, ну в зависимости от года, 100-120 миллиардов рублей в год тратится на пропаганду, и такие ошибки, а давайте бороться с засилием американской культуры, может хватит обезьянничать, действительно хватит обезьянничать, предлагаю создать евразийскую альтернативу Оскару, Вот смотрите, у нас все знают, что еда из Макдональдса вредная, вредный же Макдональдс, правильно? Три месяца нам рассказывали, что Макдональдс легко заменить, и вообще сделать еду не такой вредной, в итоге Макдональдс в России остается, никто его заменять не будет и не сможет, еда будет дороже и такая же вредная, название только изменили, был Макдональдс, теперь будет просто Мак, это вот наш ответ Оскару, это что такое, что это за обезьянниче, обезьянничанье, что это такое? Киссинджер, как известно, один из самых известных дипломатов США из ныне живущих, выступил с резонансной речью в Давосе, которая вызвала шок среди присутствующих, Киссинджер потребовал от западного мира поскорее заключить перемирие с Россией и покончить с украинской гибридной войной, где ситуация становится все более плачевной для Киева. Продолжение войны ради попытки ослабить Россию грозит катастрофическими последствиями для Запада. В теории Киссинджер хотел бы увидеть на Украине некий статус-кво с созданием буферной нейтральной зоны между Россией и НАТО. Эта зона не должна входить ни в Североатлантический Альянс, ни в Евросоюз. Если же Запад с этим промедлит, то вся подобная зона может перейти под контроль России, что будет означать уже стратегическое поражение для США. Знаете, что произошло после этого с Киссинджером? Который сказал, что ни место в Украине ни в НАТО, ни в Евросоюзе. Киссинджера внесли в черный список с сайта Миротворец, объявили его врагом Украины и слугой Путина. Гордон, Арестович, Фейгин, они все время рассказывают, Зеленский. НАТО нам поможет, НАТО нас прикроет. Вот-вот победа будет за нами. Что это такое на практике? Каждый день продолжение боевых действий это потери, это кровь. Для одних, для сильных мира всего это бабки, это слава, это влияние, геополитика. Для простых людей это потери родственников. Даже если они заблуждаются, даже если они там нацики траливали, можно же переубеждать, можно же работать, можно же вести нормальную идеологическую пропагандистскую работу без обсеров. В результате вот эти вот пустые обещания не имеющие ничего общего с реальностью это просто посылать пацанов на смерть. Огромные потери. И каждый человек, который сейчас рассказывает о том, что надо немножко потерпеть, вот-вот все изменится, и Путин вообще умрет завтра, и Россия побежит, и то все, пятое-десятое, друзья, это преступление против человечности. это преступление против собственных народов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на саммите лидеров Евросоюза страны не смогут согласовать принятие эмбарго на импорт нефти из России. Вот как интересно. Уже три месяца обещают, все никак не договорятся на полный запрет импорта нефти из России. В кулуарах на международном экономическом форуме в Давосе говорят, не пришло ли время перемирия, договоров с Кремлем и возвращения к бизнесу с Россией, новый вирус слепоты, Украина не разменивает свой суверенитет на то, чтобы кто-то набил свой кошелек, кратчайший путь к окончанию войны, оружие, деньги, эмбарго. То есть, надо же, пламенные речи украинцев не помогают. Володин публикует такой пост, опять же, не знаю, как проверить эти цифры, но цифры очень интересные. Украине только 15%. Несколько дней назад президент США Байден подписал закон о выделении более 40 ярдов долларов Украине. Как оказалось, 35% этой суммы пойдет на финансирование вооруженных сил самих Соединенных Штатов. Круто, да? Сосед просит одолжить ему денежек. Вы ему, конечно, одалживаете, теперь он вам должен, например, 40 тысяч. Но 35% вы оставляете себе, например, даете вашей жене. Хороший, красивый развод. 45% с лишним процентов планируется потратить также не на Украину, а на другие страны. Ну, Прибалтика, Польша, Болгария, Румыния. Еще почти 5% предусмотрена помощь беженцам, возобновление работы посольства США на Украине, прочую дипломатическую поддержку и другое. Из 40 миллиардов непосредственно Украине остается только 15% выделяемой суммы. Но выплачивать долг, причем все 40 миллиардов, придется украинцам. Красиво? По-моему, очень красиво. Еще раз. Глобальные элиты делают хорошие бабки. Очень хорошие бабки. Премьер Финляндии встретилась с Зеленским. Вероятно, от него дурно пахло, поэтому уже через день мадам заявила, что Финляндия не поддерживает предоставление Украине особых условий для вступления в Евросоюз. Финны, которые вроде сейчас сами говорят, мы хотим вступать в НАТО, мы боимся России, Россия это агрессор, траливали. А теперь Финляндия говорит, что она против вступления Украины в НАТО, по крайней мере ускоренной процедуре, в Евросоюз, простите, по ускоренной процедуре. Красиво разводят. Премьер министра Великобритании Борис Джонсон извлекает свои геополитические выгоды. Хочет создать военно-экономический альянс, который будет альтернативой Европейскому Союзу. По информации СМИ, Великобритания возьмет вассалы, Украину, Польшу, Эстонию, Латвию, Литву. Также по задумке премьера можно пригласить Турцию. То есть те страны, которые сейчас испытывают определенную потребность в сильной руке, в какой-то помощи с запада, с более дальнего запада, они могут стать верными рабами Британской империи. Димаш американских союзников. Азиатские страны должны избегать формирования эквивалента НАТО. Пример Сингапура Ли Сянь Лун. Лучшая конфигурация это та, в которой страны не присоединяются к противоборствующим блокам. Голос разума. Если весь мир поделится на два больших блока, на несколько крупных блоков, и кто-то начнет с кем-то воевать, это все будет. Третья мировая война. Очень страшная. Но этот голос никто не услышит. Китай предложил начать процесс расширения БРИКС, ну и создать в параллельность к этому азиатский аналог НАТО. Китай предложил начать создание БРИКС плюс приняли участие представители Аргентины, Египта, Индонезии, Казахстана, Нигерии, Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии, Сенегала, Таиланда, Которые рассматриваются как потенциальные члены БРИКС. Дорогие друзья, последнее. Под нашими роликами, под каждым роликом есть ссылки на донаты не для меня. Ивану Атраковскому благотворительный фонд «Спасибо маме за жизнь» и полк Марго ссылки есть. Пожалуйста, у кого есть возможность. 100-200 рублей уже помощь. Средств серьезно не хватает. Даже, думаем, может быть, какое-то обращение к олигархам запишем. Где наши, собственно, олигархи? Пришло время вообще определить, где вы и с кем вы. Если вы решили свалить, валите. Но Россия заберет все, что вы здесь оставляете, все ваши заводы, пароходы и так далее. Если вы остаетесь, самое время показать, что вы за простых людей. Самое время непосредственно помогать беженцам восстанавливать Украину, помогать затыкать дыры. Вы помогали разворовывать Россию, из-за вас сейчас на фронте не хватает нормальной связи, обмундирования этих глушилок, пушек, которые сажают дроны, нормальных дронов, квадроциклов, вытаскивать раненых, бронежилетов и так далее, и так далее. То, что мы тут собираем с миру по нитке, выпучив глаза для олигархов, расплюнуть. ставьте лайки, друзья, пишите свои комментарии, высказывайтесь. Это был длинный обзор новостей по Украине, постарался сделать его как можно более сжатым, емким, вышло час небольшим, что вы думаете о таком формате высказываетесь. Скорее всего, в ближайшее время, вернувшись в Россию, я буду переходить именно на такой формат. Это не будет большое количество небольших роликов, это будет один ролик на 30, 40, 60 минут с обзором всего, что произошло за день. Это будет наше объективное время. Украина, украинская страна обосралась, рассказываем смело, российская обосралась, рассказываем смело, либералы расскажем, левые расскажем. Все без прекрас, объективно, честно. Мы должны понимать, что происходит. Это залог развития нашей страны и развития каждого из нас. Только через правду. Хватит уже вранья, хватит приукрашивать. Куда ни глянь, все что-то врут, все что-то подтягивают. Спасибо, друзья. До новых встреч. Пока.